привет cover project меня зовут ай лисова я основатель бюро а я и сегодня мы расскажем вам про проект загородного дома который мы сделали вместе с моим бюро и с прекрасным архитектором сашей лукич который является главой бюро портнер архитекции наша работа над этим проектом началась уже когда саш уже работал заказчиками нас пригласили заниматься интерьером и саша уже сделал очень классную планировку дома мы почти ничего не меняли и удивительным образом это первый проект на котором мы работали сашей но наши взгляды на то как должно быть выполнено планировочное решение как должно быть зонированное пространство очень классно совпали и мы почти ничего не меняли в планировке мы занимались только зонированием уже внутренних интерьерных пространств расстановкой мебели и также нам очень повезло саши что наше видение относительно эстетики дома того что он должен быть связан с внешним ландшафтом с природными цветами и мне очень нравится то что все природные цвета которые присутствуют вокруг дома в течение всего времени года они отражаются в интерьере который мы создали подчеркивают перекликаются и тем самым создается очень такое целостное взаимодействие интерьера и окружающие природы заказчик нам обратился пару лет до пандемии они уже несколько лет думали о строительстве нового загородного дома собирали какие-то впечатления картинки в интернете и таким образом увидели дома который проектирует портнер архитект который им нравились по стилистике но так скажем ключевым была одна эмоция это была фотография нашего дома подобного с большой открытой террасы с уличным камином я сразу понял что это наш клиент потому что у нас совпадает философия я тоже думаю что нет смысла жить за городом если тебя нет больших террас терраса тоже быть и крита и имеет закрытую часть но это постоянно как бы не разговор нужно ли вообще в этом климате даме живем с мая по сентябрь на улице поэтому вот эта зона она обязательно должна быть частном доме кроме того я и моя коллега татьяна которая сама работала на проект этого дома ми оба представители немецкой архитектурной школы функционализма где все начинается с планировок то есть ми очень долго и тщательно рисуем по принципам эргономики сначала расставляем мебель проходы там открывание всяких там шкафчиков кухни и прочее таким образом мы оптимизируем пространство мы получаем их правильную пропорцию архитектор он закладывает объемные решения то есть мы делаем дом удачными или неудачным успешными или неуспешным то есть закладываем высоту плохой дом потом никак не декорируешь то есть это все делается на этих изначальных стадиях когда планировки все решены и функциональные связи это все согласуется в пару итераций с клиентом и только после этого мы начинаем работу на фасадах это принцип появился еще в конце девятнадцатого века американского архитектора луя саливина что функция поражает форму форма поражает фасад привычный подход в российской архитектуре это формализм наоборот клиент обычно приходит дайте мне фасадами нарисуйте сразу там один-два-три варианта эскиза фасада чтобы я понял мне это нравится или нет при таком подходе по планировка внутри вторичная и мы получим некий не очень удачный набор помещений потом придется очень долго исправлять и уже никогда не сделаем такую дачную планировку как при подходе функционализма собственно что мы сделали изначально мы сделали зонирование дома то есть четко разделили дневную активную зону на первом этаже и тихую ночную зону на втором этаже да я очень рада что нам удалось создать вне временное пространство да здесь нет каких-то вау эффектов но при этом мне кажется что в этом и заключается профессионализм дизайнера интерьера чтобы создать пространство в которое человек возвращается для отдыха для синхронизации с собой первую очередь где нет каких-то раздражающих цветов или фактур и в этом плане мне кажется наше пространство очень умиротворяющая спокойная полностью располагающая к отдыху и отдыху в одиночестве или отдыху со своей семьей общая площадь дома примерно 1000 квадратных метров покажу вам полуровку первого этажа начнем с главного входа с центральной оси на которой у нас нанизывается прихожая коридоры и зоны гостиной достаточно светлое пространство с тремя огромными окнами в пол выходящими в сад гостиная столовая кухня эти три помещения объединены анфиладной планировкой и здесь создается интересное круговое движение в планировке есть достаточно узкий длинный коридор но при этом он не является темным потому что огромное количество свет попадает из окон через стеклянные двери и также в конце коридора есть окно с очень красиво видового сад на который вы и и движемся по коридору а здесь же у нас расположилась спа-зона с сауной душевой и самим общим пространством для отдыха небольшой массажной комнаты где все члены семьи и гости могут найти удобное пространство для отдыха для себя перейдем к планировке второго этажа здесь также повторяется центральная ось от балкона и зимнего сада через холл через стеклянные двери в кабинет хозяина дома опять же большое количество света попадает и не пространство коридора а в левой части у нас расположился спортзал и и три детских комнаты в правой части мастер-блок отделенные дверью мастер-блок с мастер-спальню достаточно большой функциональной ванной комнаты и большой мастер гардеробный что в этом доме сделано очень хорошо и что всем нравится то есть не все понимают почему им нравится но это то на что люди очень положительно реагируют первое это главный вход дом то есть мы заходим доме нас встречает очень много света из гостиной с высокие потолки высокие окна до пола психологически это очень важно потому что человек заходит из открытого пространства закрытое пространство если упирается в глухую стену это конечно вызывает некую психологическую травму а если нас встречает свет и большое пространство это очень хорошо но главная фишка первого этажа это амфиладная планировка так проектировались дворцы раньше это проходе вдоль окон вдоль фасада то есть у нас каждый все помещения связаны двума проходами то есть это с другой стороны принцип скандинавских планировок что у нас круговое движение всех помещениях но в нашем случае что дает амфилада у нас есть один проход между помещениями вдоль коридора условно 2 доля кон и не находясь в любом помещении мы видим свет в двух соседних то есть мы видим окна двух соседних помещения и у всех впечатление что пространство два раза больше чем она на самом деле есть и как видим его применяем как бы уже не дворцовая архитектура вполне современной ну наверное самым эффектным и интересным пространство в доме является гостиная столовая и зона кухни они объединены между собой анфилады и мы поддержали сашину идею планировки но добавили стеклянные двери распашные которые можно держать закрытыми или открытыми и пространство гостиной делится на несколько зон здесь есть зон для просмотра телевизора чтение книг общение с друзьями там же расположен в этой зоне безумно красивый рояль есть каминная зона отсюда же из гостиной очень хорошо проглядывается столовая с потрясающим произведением искусства и очень интересным светильником фабрики panzeri и оттуда же мы можем уже наблюдать пространство кухни и наша задача была с одной стороны да функционально разделить эти пространства и создать удобные маршруты круговые маршруты передвижения создать зоны для общения может быть даже разных поколений семьи но при этом объединить их с помощью одевочных материалов фактур цветов каких-то предметов декора поэтому само пространство смотрится очень цельно в перо мы очень любим использовать этот прием повтора и переклички одевочных материалов во всем пространстве даже такого большого дома тем самым создается очень целостное ощущение такое обволакивающее ощущение ты вроде бы не помнишь что где-то этот материал ты уже видел но на подсознании понимаешь что оно все увязывается и связывается в единую такую картинку в единый образ дома которые отражены во всех пространствах вот этот принцип кругового движения он применяется и некоторых помещениях второго этажа из неких фишек которые мы регулярно применяем там из опыта строительства проектирование строительства 55 элитных домов я особо внимание обращаю мастер блоку это не просто спальня с санузлом там и гардеробами там очень важен принцип что утром партнер который просыпается раньше только один раз щелкнул ручкой он выходит дальше зону ванной он там моется из ванной переходит зону гардеробную и выходит из мастер блока не заходя уже второй раз спальню и чтобы не будить того партнера который может быть нужно поспать дольше при проектировании элитных домов где там 4 5 6 спальних площадь такого дома она не бывает меньше восемьсот пятьдесят тысяч метров есть и дом с бассейном он вообще может быть там и тысяча семьсот две тысячи метров квадратных в данном случае мы вели с заказчиками разговоры на этапе функционального программирования дома нужен ли бассейн или нет я предложил вариант если там не активно используется бассейн ежедневно и очень дорого построить и содержать ему нужно техническое подполе сделать спа-зону с сауной с большим джакузи который вмещается там даже до восьми человек то есть вся семья и у нас получилось очень удачно компактная спа-зона то есть весь дом в котором находится 6 спальных комнат и спа-зона у нас вышел площадью на 1000 метров в доме нет подвала я как правило советую тоже своих клиентов подвал не проектировать потому что современные технологии позволяют нам как бы все разместить и в надземной части нас сто процентов площади получается светлее то есть не нужно придумывать тогда в подвал и чем носить функциональны эти помещения потому что если у вас 3 дома под землей у вас точно не нужно столько кладовок дом наполнен как и современными предметами искусства так и арт-объектами например как зеркало над камином кристофа ганьона это современный арт-объект художника мирового уровня француза и он прекрасно сочетается с другими элементами коллекции с полотнами современных русских авторов маленькими коллекционными вещами девятнадцатого и даже шестого века который мы приобрели в галерее георгия данелли таким образом мы сформировали достаточно уникальную подходящую именно нашим клиентам коллекцию некрас получилось очень достойно одна из интересных работ у нас разместилась на лестнице и мы подобрали туда работу антона конихова очень необычную по технике по цветовой гамме и вначале может показаться что она достаточно за счет своей фактуры холодная но живую в реальности видно что она собирает все основные цвета интерьера и прекрасно их отражает как бы является таким собирающим звеном и делает нашу лестницу очень парадной и то есть это первая вещь первая работа которую мы видим при входе в дом мастер спальня достаточно спокойная по атмосфере и по цветовой гамме поэтому там и появился очень необычное произведение искусства это габелин сергея гавина выполнены из парчи и золотых нитей и даже стеклянных элементов а на сегодняшний день это очень необычное произведение искусства что габелин это давно забытая техника который немногие практикуют на сегодняшний день работа присутствует во многих коллекциях как российских так и зарубежных коллекционеров дизайн дома самом деле можно разделить три части это архитектурный дизайн это основные объемы объемного проектирования планировки фасад посадка дома следующее это дизайн интерьера то есть можем ли удачно потом с этим пространством поработать и сделать его внутри уютным так скажем связать стилистику фасадов стилистиков интерьера так дальше и третье это дизайн ландшафта мы когда-то давно там 20 лет назад мы пытались заниматься всем этим как и большинство архитектурных бюро но потом я пришел к выводу что лучше чтобы эти три элемента дизайна были в разных руках у нас будет гораздо больше интересных решений и они если люди разделяют одну и ту же философию они наоборот и дополняют друг друга данной стилистики домов сама конфигурация дома который образует некие полуатриуме утреннем дворе она так скажем использует принцип традиционной японской архитектуры где плавно переходит внешняя среда внутреннюю наоборот то есть у нас большие площади остекления окна до пола дает возможность чтобы вы находились зимой в интерьере на улице снег у вас тепло и уют и вы смотрите на участок который у которого красиво подсвечены деревья то есть это гораздо интереснее картина чем телевизор за счет того что сама форма дома и ландшафт сделаны так дом привязан к рельефу первых этаж привязан с помощью этих террас клумб строя них лестниц у нас нет четкого барьера между домом и участком и когда летом двери открыты у нас нет барьера между гостиной и террасой то есть вот эти два пространства они проливаются друг у друга мы всегда саша очень плотно работаем с нашими заказчиками и в процессе на самом деле создаем не только интерьер но и в сотворчестве с ними создаем их рутину их образ жизни и мне кажется что здесь как раз удалось это сделать и это самое ценное для нас